Здравствуйте дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев и сегодня мы поговорим о том, что делать, если мы засушили кисти. Если кисти засохли после работы акварелью или гуашью, то все очень просто. Единственное, не спешите их сразу мыть, подержите немножко, хотя бы одну минуту в теплой воде. Пусть красочный слой размокнет, а дальше по известной схеме, моем кисти с мылом. Если вы засушили кисточку после работы маслом, то процесс точно такой же, но займет больше времени. Кисть нужно опустить в растворитель и выдержать там целые сутки. Обычно для этого используется пина номер 2, но для особо экономных подойдет, например, уайт спирит и даже керосин. Когда масляная краска размякнет, попритирайте кисточку прямо в растворителе одной банки. Еще лучше попритирайте ее к решетке в кистемойке. После такой процедуры кисточка отмывается легко обычным способом. Всех труднее отмыть кисточки, которые засохли в темпере или акриле, особенно синтетические. Как их отмыть, я сейчас покажу. Для нашего эксперимента я специально засушил кисточку в акриловой краске. Чтобы освободить кисты засохшего акрила, прямо под строй воды нужно нарушить целостность красочного слоя. Лучше это всего сделать плоскогубцами. Вот таким образом пожамкать, так чтобы проникла вода в микротрещины. После чего акрил легко удаляется механическим способом и кисточку можно отмыть. Обычно кисти легко отмываются, если с момента высыхания прошло не более суток. Ну а если прошли сутки и больше, а вы не вспомнили о кисточках, то правильно будет их вовсе не мыть, а серьезно подумать о смене профессии.